Охота с использованием холодного метательного оружия практикуется в более чем 130 странах, в том числе в государствах Европы, США, Канаде и Австралии. При этом в законодательстве этих стран, как правило, оговариваются разрешенные сезоны охоты, мощность используемого оружия, тип стрел, виды животных, на которых разрешена охота, а также определенные требования к получению лицензии. С недавних пор в России подобная охота тоже разрешена. Приобрести это оружие могут владельцы, уже имеющихся у них оружия охотничьего, то есть это огнестрельное, пневматическое охотничье оружие, состоять в обществе охотник, иметь федеральный охотничий билет установленного образца, и только после этого они могут приобрести это оружие. Сами луки-арбалеты также различаются, и чтобы использовать такое оружие для охоты, нужно выбрать соответствующее. Спортивным арбалетом считается арбалет с силой натяжения 43 килограмма, что идет свыше 43 килограмма, приравнивается автоматически к арбалету охотничьим. Разница, конечно, большая, во-первых, это, соответственно, сила выстрела самого арбалета и скорость полета стрелы. Минимальная для спортивного снаряда это 60-70 метров в секунду, для охоты 110-120 метров в секунду. Приобрести лук, стрелы и арбалет можно безлицензионно, на основании охотничьего билета и разрешения на охоту. Соответственно, если человек никогда не занимался охотой, не владел оружием охотничьим, он не может просто так прийти в магазин и его приобрести. Сначала необходимо пройти обучение, медицинскую комиссию, предоставить лицензионный отдел соответствующие документы, заявления на получение охотничьего оружия, огнестрельного, либо пневматического. Он становится на учет, становится владельцем оружия, только после этого, дополнительно к своему оружию, он у нас приобретает метательное оружие. Охотиться с арбалетом и луком спортивного типа запрещено. При отстреле, отлове охотничьих животных запрещается применение метательного стрелкового оружия. Стоит отметить также, что приобретенное до 30 января 2020 года оружие не считается охотничьим, с ним охотиться нельзя. Строго регламентирована и живность, которую можно добыть с помощью лука и арбалета. Хранить такое оружие необходимо в местах, недоступных для других лиц, в том числе для членов семьи. Нарушителей ждет административная ответственность, как и в случае с огнестрельным и пневматическим оружием. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова